Плоскость задана не так, как мы привыкли обычно видеть треугольником плоской фигуры, а пересекающимися прямыми. Пусть это вас не смущает, ход решения задачи аналогичный. Мы должны вначале провести фронтальную проекцию, найти точку пересечения проекции F1 с одной из прямых, далее найти вторую проекцию этой точки вот здесь на фронтальной проекции и построить непосредственно саму фронталь. Фронталь у нас идет от этой точки и проходит через точку полученную и далее идет дальше. Вот такая у нас получилась фронталь. Подпишем то, что у нас получилось. Значит, точки подпишем. Вот эта точка, точка, однострочный текст, точка. Эта точка у нас будет 1, проекция 1. Дальше, вот здесь получится у нас точка 1, проекция 2. Это у нас получилась фронталь, проекция 1 и фронталь, проекция 2. Готово. Теперь из точки АК опустим перпендикуляр. Мы знаем, что проекция перпендикуляра должна быть перпендикулярно фронтальной проекции фронтали. Вот этот перпендикуляр. Нормаль. И вот здесь этот перпендикуляр. Есть. Теперь проведем горизонталь. Аналогично. Проведем горизонталь. Найдем точку пересечения с проекцией B2. Далее, найдем проекцию полученной точки на B1. И построим горизонтальную проекцию в горизонтали. Эта точка. Дальше, полученная точка. И продолжение. Получили. Тоже давайте подпишем. У нас здесь получилась точка 2, проекция 1. Точка 2, проекция 2. Это получилась у нас горизонтальная проекция горизонтали. И фронтальная проекция горизонтали. Наши 2. Значит, мы должны из точки К, вот это должна быть точка К, а не R. Из точки К опустим перпендикуляр горизонтальной проекции горизонтали. То есть, перпендикуляр должен идти так. Нормаль. И вот он перпендикуляр. Получился. Но перпендикуляр он идет через точку К, проходит он перпендикулярен плоскости, и он идет в обе стороны. В обе стороны. Поэтому, видите, здесь мы его должны продлить, наверное, в эту сторону. И теперь построим то решение, которое у нас должно получиться. Должно получиться. Построим решение красным. Здесь, это будет у нас продолжение. Продолжение нашей прямой. Ну, проверим угол, какой здесь. Здесь угол 44, да. И под таким углом, вот это будет так. Еще раз проверим. Не 44, это вот отсюда. 61. И под этим же углом построим здесь продолжение. Значит, вопрос. Какой длинный отрезок мы здесь должны изобразить? Про длину нам ничего не сказано в условии задачи. Сказано построить перпендикуляр. То есть, мы можем взять, и мы должны взять здесь точку. Для того, чтобы мы могли построить вторую проекцию данного нашего перпендикуляра. Поэтому я беру у вас здесь точку. Эту точку нахожу на проекции. Вот видите, как она у меня получилась. На проекции нахожу нашего перпендикуляра. И эта точка будет находиться вот в этом месте. Вот тут. Значит, наше решение. Вторая проекция перпендикуляра. Это будет отрезок. Вот этот. Вот до сих пор. До центра. Пересечения. Ну и обозначим эту точку, которую мы с вами получили, буквой. Ну, например, буквой Е. Это будет у нас Е. Е проекция 2. И вот это то, что получилось. Е проекция 1. Вот на нашей задаче красным здесь обозначен перпендикуляр, который восстановлен в точке К к плоскости, которая задана пересекающимися прямыми А и Б. Задача решена. Продолжение следует...